Итак, перевод и комментарий Иси Бхагдивиданте Саня Шелла Павпаде. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу, так как тому, кто единый и неделим, кто распространяет себя во множество образов и принимает вселенскую форму. Комментарий Павпаде. Этот стих подводит итог тому, о чём говорилось в предыдущих стихах. «Господь сказал Арджуне, что чистых премных Господа, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют Махатмами. Помимо них есть те, кто не находится на уровне Махатмы, но тоже по-своему поклоняются Кришне. О некоторых из них уже говорилось ранее. Это те, кто обращаются к Господу в беде, в нужде, из любопытства или стремясь обрести знания. Но если люди, находящиеся ещё на более низком уровне, их разделяют на три категории. Номер один. Тех, кто поклоняется себе, как Всевышнему, считая себя неотличным от Господа. Два. Тех, кто создаёт некий образ Господа воображении и поклоняется Ему. И три. Тех, кто поклоняется Вишварупе в селинской форме Верховной Личности Бога. Среди них преобладают те, кто относятся к низшей категории, то есть те, кто поклоняется себе, как Верховному Господу, называя себя манистами. Считая себя Всевышним, такие люди поклоняются сами себе. Это тоже своего рода поклонение Богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают, что по своей истинной природе они духовны. Во всяком случае, у большинства из них есть такое понимание. Как правило, имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняется полубокам. Они воображают, что любой образ является формой Верховного Господа. В третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной Вселенной. Они считают Вселенную самым совершенным организмом и существуют поклоняются или существом, и поклоняются ей. Вселенная также является одной из форм Господа. Эти стихи являются продолжением объяснение Арджуни Кришной тех людей, которые поклоняются Ему. До этого Кришна говорил, что те, кто мудха, они никогда не начинают поклоняться Кришне. Он говорил, что те, кто глупы, они отвергают моё явление в материальном мире. И они говорят, что он просто материальная Личность. Потому что они даже не могут себе представить, что есть Личность, которая может контролировать как минимальное, так и бесконечное. Они не могут поверить в то, что такая Личность существует на самом деле. Но Кришна говорит, такого рода люди, их надежды на освобождение или их попытки получить плоды своего знания или деяний, они бесполезны. Потому что цель нашей жизни — стать счастливым и умиротворённым. И разными способами мы пытаемся этого достигнуть. Точно так же, как те, кто являются материалистами. Обычно они конференции проводят, чтобы разъяснить людям, где и в чём счастье. И каждую неделю мне приходит приглашение на какую-нибудь конференцию поговорить о здоровье или посмотреть какую-то презентацию, как избавиться от диабета или каких-нибудь лёгочных проблем или как вылечить рак. Люди очень беспокоятся о проблемах материального мира, потому что он полон страданий, потому что мы все с вами знаем, что есть три вида страданий, адидайва и так далее. И они знают, что у нас у всех есть проблемы, у всех у нас в материальном мире. Поэтому эти страдания, они находятся здесь с определённой целью. Кришна не просто создал эти страдания, потому что ему делать было нечего. И он решил, пускай все души страдают в материальном мире, и эксперимент провести подобно нашим научным работникам, которые экспериментируют над маленькими свинками. И он хотел все души этого материального мира, давай сброшу их, пускай помучаются, и посмотрим, как они будут отвечать на это. Это не то, для чего был создан материальный мир и как это происходит. Для тех из нас, у кого есть ложное эго, что означает у каждого из нас в материальном мире, есть на самом деле склонность обвинять Бога за всё, что происходит, что тут случилось или пошло не так. И, конечно же, Бог в этом виноват. Как я говорила вам много раз уже, что был один раби, его звали Кришна, Равин, и он объяснял, почему в этом материальном мире плохие вещи случаются с хорошими людьми. Когда он объяснял это, он объяснял, что Бог, он такой приятный человек, но, к сожалению, он постарел и потупел. И потому как он стар, теперь он не помнит о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому, теперь, хорошие вещи случаются с плохими людьми, а плохие вещи случаются с хорошими людьми. и по слухам, ангелы собрали конференцию и решили, что Бог должен выйти на пенсию. И с надеждой теперь, что один из молодых ангелов займёт место Бога, и тогда всё пойдёт правильным образом. Я вам рассказывала, что многие материалисты видят место материального мира таким образом, что это место, куда приходят невинные души, и их здесь абсолютно некрасиво проходят через такие сложные страдания. Они пытаются быть счастливыми, пытаются быть защищёнными, но это всё называется недостаток, недостаток знания. И Кришна называет таких людей мудрые, глупцы, потому что они не понимают вещи такими, какие они есть на самом деле. И поэтому, несмотря на то, что они могут стать специалистами в заработке денег, конечно же, деньги не означают пуски бумажки, которые завтра не будут значить ничего. Как мы знаем с вами в Германии, когда по велению Кришны карма людей в определённый момент в 30-х или 20-х годах они начали много денег печатать, чтобы заплатить свои долги. Храм, всяким разным странам, которые победили их в войне, у них было столько долгов, и они напечатали столько денег, что деньги их стали абсолютно бесценными, и ничего невозможно было купить. чтобы купить даже булку хлеба, нужно было принести целую бочку денег, и у них было столько денег, и просто, чтобы попытаться купить хлеб, нужно было целое хранилище таких бочек, и они не могли даже забирать деньги из магазина за один раз, чтобы их перевести. они просто выкладывали эти пачки, бесконечные пачки на прилавок, чтобы купить хлеб. Люди просто приходили и воровали, они не воровали деньги больше, они приходили, они выбрасывали деньги из бочек, а воровали бочки, потому что бочки нужны были больше, чем бесполезные деньги. и теперь люди, может быть, печатают какие-то куски бумаги, потому что они не знают настоящей ценности того, что такое деньги, что такое настоящее богатство. Как говорит нам Шима Бхагаватам и объясняет, что настоящее богатство это земля и корова, но потому что люди разрушают землю и убивают коров, поэтому они бедны во всех смыслах слова бедность, у них нет чистого воздуха, у них нет чистой воды, у них нет чистой еды, у них нет хороших взаимоотношений ни с кем, и поэтому они на самом деле банкроты и они очень бедны. Они, может быть, думают, что они чем-то вкусным наслаждаются и как по-испански говорится в поговорках, несмотря на то, что живот их холод, они думают, поэтому их сердце будет ну как бы цельным, наполненным, но на самом деле они все находятся в беспокойстве. Эти страдания в материальном мире даются нам, чтобы они поняли, что они не следуют законам природы, и когда они создают вещи из пластика или металла для развития экономики, они получают эти страдания. Может быть, у них миллиарды долларов, но они не могут ничего купить с ними. их надежды на получение результата от их деятельности или получения плодов знания, где они учат всяких студентов в университетах, это все невежество, это не знание, это просто глупые идеи о том, кто мы и что за цель нашей жизни, поэтому их называют, их называют, что они полностью слепы, все эти лидеры, они полностью слепы, по крайней мере, если кто-то был бы коровой или ослом, можно было спросить их, и они дадут какой-то ответ, мы, по крайней мере, могли простить им, потому что они не понимают, о чем они говорят. Например, если вы спрашиваете, какого-нибудь верблюда, кто я, и он отвечает вам, по крайней мере, вы понимаете, что корова не поняла ваш вопрос, и они, даже если они поняли, они не могут ответить вам, потому что он сам, это животное, не знает, кто он, но так называемые ученые, если вы спросите их, кто я, они не скажут му, но они дадут вам какие-нибудь ответы, которые значат меньше, чем глупость. Проще вам и лучше спросить корову, по крайней мере, у нее есть какая-то идея о том, как достигнуть цели жизни, поэтому развитие знания через деятельность и возможность получить освобождение, они теперь называют выходные освобождение и их освобождение заключается в том, чтобы сидеть на диване, смотреть футбол и пить пиво, и вокруг бегают дурачки с мячиком, и это они называют освобождением. Поэтому они не знают, что такое освобождение, они не знают, что такое знание, они не знают, как жить правильно в этом материальном мире, как живое существо в человеческой форме, они постоянно что-то добиваются и пытаются. Но Кришна говорит, есть другие люди, которых называют махатмами. Другие те, кто больше, чем просто люди, их называют махатмами, великими душами. Что делает человека великой душой? Шила Прабхада всегда подчеркнула, что даже в Индии люди думали, что не так много есть великих душ, но они дают им титул махатмы, несмотря на то, что они сами невежественные. Нужно выключить микрофон. Кто-то не выключен микрофон у него выключите, пожалуйста. А иначе у нас здесь урок на пианино продолжается. Что делать? Агни хорошо. справился. Итак, эти махатмы, они какие-то люди, которые пытаются освободить людей от какого-то влияния политического, или как индусы, были освобождены из-под влияния Англии. Поэтому люди, которые помогли им выбраться из рабства, называется махатмой. Нет, махатма это тот, кто находится под влиянием внутренней энергии Господа Вишна, тот, кто предался Кришне. И поэтому Кришна принимает их в духовную семью. и когда вы просыпаетесь в понимании своей идентификации в связи с Кришной, в чистом предном служении, когда вы получаете обратно свою позицию в духовном мире, и вы там присоединяетесь с другим душем, который находится на этом сознании, на этом уровне сознания. И каковы примеры деятельности великих душ? Сататам Киртаян Туман. Сататам Киртаян Туман. Они всегда воспевают мое святое имя. величие с решимостью, всегда погруженные в меня. эти великие души поклоняются мне с любовью и преданностью. Бывают люди смеются, что мы теряем свое время, поклоняясь Богу. Они настолько глупые, что они просто сидят и повторяют Харе Кришна, Харе Кришна. они думают, что люди, которые воспевают, они думают, что мы клуб Микки Мауса из Волта Диснея. И дети садились и воспевали Микки Маус Дональд Дак, Микки Маус Дональд Дак. И они думают, что воспевание Харе Кришны это то же самое, как дети, которые кричат Микки Маус Дональд Дак. Они настолько глупые и они думают, что мы настолько глупые, что все, что мы можем, это повторяет три слова. Они думают, что мы полностью разум потеряли, когда присоединились к движению Кришны. И что у нас в голове не осталось ничего, кроме трех слов Харе, Кришна и Рама. И поэтому каждый раз, когда вы задаете им вопрос, что как кого разрешение всех проблем, эти люди вам все время говорят Харе Кришна, а кто-то говорит Харе Рама, чтобы типа другое мнение добавить Харе Кришна или Харе Рама. Они не понимают вообще, что такое духовная жизнь, они не понимают, что такое существование за пределами рождения и смерти, за пределами страданий материального мира, они думают, что разрешить проблемы можно просто в этих красивых бегах. И поэтому идея с Ататам Киртаянтумом постоянно воспеваем моё святое имя или служить Богу, они не верят в то, что он существует. И стать смиренным и для них это вообще самое ужасное, что только можно посоветовать. Ладно, воспевайте, что хотите и странную музыку и ладно, повторяйте все время одно и то же. Ладно, Бог с вами. Это можно еще как-то принять. И так как вы заняты все время бегаете туда-сюда, они могут принять, что но поклоняться Богу, предлагать ему поклоны, это отвратительно. Это настолько унизительно. Это на уровне находится поклонение просто аборигенов. Это что-то, что надо запретить. и люди, которые это делают, нужно их запретить. Это плохой пример для молодежи. Поэтому в одной стране, когда они провозглашали, кто такие культисты, они назвали Харе Кришна одним из десяти самых главных культов всей страны. И они два привели резону, почему мы самые опасные из десяти культов в этой стране. Первой причиной, почему они нас так называют, они вегетарианцы. Можете себе представить, люди вегетарианцы, как это опасно? И второй причиной, что они выходят на улицу и воспевают имя на Бога. И всю атмосферу скверняют. И их видели, что они молоды, и они кланяются, и они настолько деградировавшие. И идея всего материального мира в том, чтобы не поклоняться Богу, а стать Богом. Поэтому движение Харе Кришна, которое находится полностью под влиянием духовной энергии, они не могут не просто поверить в это, они не могут принять, что даже ни одного из наших принципов подобно Хиране Кашиху. Хиране Кашиху спросил Прохладу Кашиху, что самое лучшее, чему тебя научили в школе? После того, как тебя с Сангой Марако научили, два твоих демоничных учителя, Хиране Кашиху ожидал, что его сын будет очень хорошо обучен принципам идинизма. Но Прохлада Махарадж, у него было хорошее общение с Нарадамуни, он научил его философии сознания Кришны, даже когда он еще был в лоне своей матери, поэтому он выдал своему отцу его мнение, и он сказал, мой дорогой отец, лучшее, чему меня научили в школе, это то, что ты глупец номер один. О, лучший из демонов. Прохлада Махарадж говорит, мой дорогой отец, ты необыкновенный демон, ты экстраординарный. И Хираня Кашипу понял ума, настроение, а в Прохлады Махараджа, но он не принял это как комплимент. Но потом он принял это как комплимент, что ты не просто демон, но ты огромный демон. Но я вижу, что ты всегда в беспокойстве. Дальше сказал прохладный Махарадж. Он сказал, ты провосглашаешь себя правителем всего этого мироздания, но ты все время страдаешь. Какого рода правитель ты? Почему мне нужно слушать тебя? Я счастлив, а твоя жизнь наполнена страданиями. Твое умосостояние никогда не является четким и ясным. Ты никогда не счастлив. я всегда вижу, что ты постоянно страдаешь, ты постоянно такую интоксикацию принимаешь, ничему не можешь быть терпимым, ты очень высоких градусов напиваешься, просад не ешь. Какого рода человек ты? Я думаю, что тебе нужно просто оставить этот демонический менталитет, пойти во Вриндаван и начать повторять Харикришна. И Хирания Кашипу не мог этого принять, потому что он демон. есть очень много демонов, которые приходят в Калию. И есть процесс изменения человека из демона в преданного. К сожалению, в этот век люди находят это очень сложным, чтобы культивировать это знание, которое необходимо для того, чтобы понять вещи такими, какие они есть. У людей очень мало короткая память, их память очень слаба, много-много разных причин, поэтому рекомендуется повторять Харикришна этот бег. Есть другие, кто вообще не воспевает Харикришна. Но у них есть идея о том, что такое душа. Они не очень продвинуты в духовном здании, но они на сто процентов продвинуты в духовном здании, но у них есть понимание духовности небольшое. У них есть идея, что они должны контролировать свой ум, они должны контролировать, какое-то знание получить. Как говорится в Бхагавадгете, они понимают, что проблемы исходят, что проблема их является обрести независимость от гнева, от страха, поэтому они хотят какой-то философии научиться или какой-то механизм обрести, избавиться от этих недостатков, но так как они не слишком умны, поэтому они не знают, что настоящий метод освободиться от всех этих проблем, это принять прибежище у Кришны, вишна, но они не делают этого, потому что они привязаны или они боятся, или они разочарованы, или они постоянно под влиянием гнева, и поэтому их разум был минимизирован или он как бы сократился или он полностью отсутствует. есть возможности для них, несмотря на то, что они не начинают заниматься процессом преданного служения, они все равно могут по крайней мере получить другое мнение, другое видение, кроме грубого, материального, тогда они по крайней мере не на сто процентов в невежестве находятся, хотя близко к нему, их здесь описывают как они другие, они поклоняются выше абсолютной истине тремя разными способами. В материальном мире всегда есть первый класс, второй класс и третий класс. Точно так же как есть года благости, страсти и невежества. Всегда есть три класса людей в материальном мире. Поэтому те, кто не принимает путь преданного служения, те, кто не принимает процесс, который Шила Проб, извините, Кришна представил Арджуне, что четыре вида благочестивых людей приходят ко мне. Те, кто находит беспокойство, те, кто ищет материального комфорта, те, кто задается вопросом о бытии, и те, кто хотят получить знания, они приходят к тому, чтобы искать освобождение. Люди даже не на этом уровне находятся, где Кришна описывает их, но у них просто есть какое-то желание поклоняться абсолютной истине, они просто не знают, в чём эта истина, как джендера. Он не знал, кто такая абсолютно истина, но он знал, что у него была очень серьёзная проблема с ногой, и доктор не смог бы ему помочь, как содрать крокодила с ноги слона, и поэтому он понял, что должен быть кто-то, которого можно позвать, и он позаботится о моей проблеме с крокодилом, и кто бы то ни был, он может прийти и помочь мне, и на самом деле Кришна принял его молитву, и потому что Гаджендра был очень благочестивым в своей предыдущей жизни, когда он был царём Мандрадюмной, поэтому он помнил эту молитву, которую он предложил Кришне, и он вспомнил, что он поклонялся ему до этого, поэтому Кришна пришёл и спас его. Но есть другие, кто не находятся на этом уровне, несмотря на то, что они впадают в дистресс, они всё равно не знают, кто такой Бог, но они по крайней мере принимают тот факт, что должен быть Бог, но даже ниже их ещё три вида людей. Первый из них, они поклоняются сами себе. Кришна говорит, их называют Экат Вина. Экат Вина Бога. В любом случае, их служба не абсолютно плохая, потому что все есть часть Бога, и поэтому все вообще Бога. И в каком-то смысле они тоже Бог. Единственная проблема заключается в том, что они не верховный Бог. Они знают, что они Бог, но они частичка Бога. Точно так же, как золото, кусочек золота, это тоже золото, но частичка золота не может заменить целую жилу золота. Чтобы золото думало, что оно золото, это правильно, но думать золото, частички золота о том, что оно является огромной золотой жилой, это неправильно. Когда мы будем изучать себя логически, мы поймем, кто такой Бог, и разница между нами заключается в том, что по количеству мы отличны от Бога, но по качеству мы подобны Ему. Итак, есть вот такой первый класс людей, те, кто поклоняется себе, как Всевышнему, считает себя неотличным от Господа, а следующий называется Ик-Пред-Татвина. Огни-Хотро, посмотрите, пожалуйста, кто включил микрофон опять, пожалуйста, выключите микрофон. Ниргуна, пожалуйста, выключите микрофон. И следующим называют Ик-Пред-Татвина, означают пантеисты, многобожия, те, кто создает некий образ Господа и воображения и поклоняются Ему, но в принципе они поклоняются полубогам. они думают, что их Бог находится везде, повсюду, в разных формах, или есть несколько форм Бога. Они думают, что отрицать тот факт, что Бог во всем находится, нельзя, но они не понимают, что все является подобным, но в то же время и отличным от Бога. Например, солнце, молекулы солнца находятся везде, но есть изначальный источник этих молекул, это свет солнца. Есть разница, но также и нет разницы. Бог находится во всем и везде, потому что Его энергии находятся везде. Кришна говорит в Бхагавадгите, что Маям Татам и Дам Сарван. Несмотря на то, что Я всепроникающий в этой вселенной посредством моей энергии, я не нахожусь там лично. Шила Прабхада дает пример, что человек, у которого много фабрик, его энергии работают в этих фабриках, но он не присутствует при непосредственной работе фабрики. Несмотря на то, что все происходит по его приказанию, несмотря на то, что он не присутствует в каждой фабрике, подобным же образом Бог. Что везде, где работает его энергия, это не значит, что он лично присутствует, но это также не значит, что он и не личность, просто потому, что его энергии работают сами, это не значит, что он потерял свою индивидуальность, это не значит, что хозяин фабрики, если все идет под его контролем, под контролем его энергии, растворился в своей фабрике. Подобным же образом Кришна распространил себя во все через много своих энергий, но он остается во вреддаване, играя с другими своими спутниками. Подобным же образом изучая лучик солнца, не значит, что мы понимаем все солнце. Подобным образом третий тип людей, также тех, кто поклоняется вишварупи, вселенской форме Верховной Личности Бога Кришны. Как в Бхагавадгите мы видим, что Кришна проявляет вселенскую форму, но в Шима-Бхага в этом во многих местах рассказывается о вселенской форме, где говорится, что во второй песне в особенности говорится о том, что эти волосы на теле Господа это деревья, и что высшая планета Брама Лука это голова Господа, и что низшая планета Патала Лука это подошва Господа, и это называется там вселенской формой. Кто-то предпочитает вселенскую форму, кто-то предпочитает поклоняться себе, кто-то предпочитает поклоняться полубогам, но Кришна говорит, что они все равно лучше, чем те, кто спит, сношается, защищается, или что-то производит. Есть обычно три класса людей, они еще имперсоналисты. И как мы видим с вами имперсоналисты в нашем современном обществе с вами они даже находятся в тех обществах, где они говорят, что они поклоняются Богу. Например, даже в Индии можете увидеть Мурти Кришны. И они думают, что они это Мурти Кришны. Как я вам говорил раньше, однажды на воскресной программе, она прославляла Кришну. И она объясняла, как у нее есть Божество Кришны. И как она поклоняется ему каждый день. И я был очень удивлен ее преданностью. И постепенно она сказала мне, что на самом деле она и есть Кришна. И что однажды она поймет, что она не отлична от Божества. Это на самом деле не редкость. Когда люди говорят, что они Бхагты, они бывают, думают, что они хотят реализовать, что они есть Бог, есть Божество. когда Гопалбатта, нет, на самом деле Рагунатха Баттагасвами, его родители, они были очень преданными, они были честными преданными. Его дядя был Прабадананда Сарасвати, Пьянката Батта, который был его отцом, он был преданным. Поэтому Рагунатха Баттагасвами Шри Чайтане Махапрабу сказал ему иди и забойте о своих родителях, в их старости, потому что они великие преданные. После того, как они ушли из этого мира, он вернулся, чтобы присоединиться к Джаганатпуре, присоединиться к Шри Чайтане Махапрабу. Но по пути, в то время, вы знаете, занимало очень долго времени дойти. Дойти было очень много бандитов на дороге. Было очень непросто. И группа, с которой он пошел туда, был один преданный там. Его звали Рам Дас. И этот Рам Дас ночью и днем он повторял имя Рамы. Господа. И когда они шли Джаганатхампуре и по пути он служил Ракунаф Хаббат Госвами. Он был браманой и он не хотел принимать служение от преданного такого, Рам Дас, который воспевал ночью и днем Святое имя Господа. Он думал, что он великий преданный и это будет неправильно принять от него служение от такого продвинутого преданного. Когда они прибыли в Джаганатхампуре Ракунаф Бат Госвами пошел к Господу Шичитане Махапрабу и Господь Шичитане Махапрабу был так счастлив его. И чуть позже Ракунаф Бат сказал, посоветовал Шичитане Махапрабу что Рам Дас великий преданный может прийти к Господу и получить его дар секретарь Сварупа Дамадара пригласил Рам Дас прийти. И когда Рам Дас пришел к Шичитане Махапрабу Шичитане Махапрабу серьезно его не принял несмотря на то что Рам Дас повторял постоянно Рам 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 Дас подумал что он Рама на самом деле и он просто воспевал и прославлял Рам себя несмотря на то что он прославлял Рам он был им персоналистом так так такие вещи они не такие уж не так уж редко встречаются в практическом смысле люди они думают что они не есть не есть что они есть Рам но поклонятся и они его вот они поклоняются полубогам мать дурга с другой стороны у нас есть другого рода люди религиозные деятели такого рода как христиане они сказали по крайней мере они верят то что есть хоть какая-то форма бога но эти люди дурги поклоняются материальной энергии что лучше шила правопада и правопада его ответ был таковым он был очень удивительным по крайней мере для меня он ответил что поклоняющиеся дурги они лучше потому что несмотря на то что поклонение дурги материалистично они просят моя дорогая мама дурга дай мне пожалуйста вот это или вот это хорошую жену большой дом цветной телевизор когда они поклоняются богу или полубогам с материалистичной целью это все же лучше они находятся в ведической культуре и хорошим общением постепенно они очистятся потому что они получили ведическую культуру и принимают ее так или иначе у них будет прекрасная возможность чтобы понять более возвышенные постулаты ведической культуры как Шила Праупада дает нам пример что если мальчик которому лет 10 или сколько там и отец говорит мой дорогой сын если ты восьмом восьмом классе закончишь я тебе сделаю магистратом мальчик может не хочет сильно учиться но если ему пообещали что его сделают магистратом то есть судьей то мальчик может вдохновиться пройти экзамены или например когда ребенок болеет родители говорят ребенок мой дорогой если ты примешь это это лекарство то я дам тебе сахарок сладостный это для того чтобы воплотить и и потом они его обманывают и говорят ребенок говорит а где же сладкое а родители говорят ой извини не могу найти забыл где-то и так вся вещь вся идея заключается в том чтобы потолкнуть или вдохновить совершать прогресс поэтому в единической культуре есть место тем кто поклоняется себе как всевышним или поклонению полу богов или вселенской форме это всего лишь просто поощрение чтобы человек шел по тому пути в конце концов пришел кришне это наверняка займет какое-то время как кришна говорит если вы встанете на этот путь это может занять много жизни достигнуть совершенства чтобы перейти на более высокий уровень поэтому кришна не рекомендует такой путь он говорит просто возьми вактимам абьиджанати если ты можешь если ты хочешь понять абсолютную истину тогда следуй пути преданного служения но некоторые люди не могут этого поэтому им рекомендуется вот такой постепенный путь как и в других местах объясняется что кришна говорит что я что я на самом деле и парферналии для ягия я тот самый огонь я все это правда что если кто-то слышит и понимает что кришна есть все то постепенно он продвинется к чистому преданному служению сознанию что он что кришна отец мать этой вселенной он высший отец он опора и прародитель он мать и отец отец дает семя а мать развивает ребенка поэтому кришна говорит что он семя дающий отец всех живых существах существ шила правопады также подчеркивает для нас что в этом материальном мире у каждого есть мать и у каждого есть отец и каждого мать и отец также есть мать и отец и у каждого матери-матери-матери есть отец отца и так далее и конечный результат к чему мы можем прийти что все наши отцы матери прадеды и так далее что мы можем с вами свое генеалогическое дерево проследить что наш изначальный отец что что личность не приходит из ниоткуда поэтому откуда приходит идея что результаты работы тоже исходят из ничего когда из ничего получилось что-то спросите любого джентльмена или леди кто ваши родители они не могут вам сказать что я появился из ниоткуда это или они могут так сказать но это не покажет вам слишком что они разумны или например фамилию спросите у них и они скажут не знаю и все знают что мой отец был мистер какой-то а мать мистер такой-то люди почему тогда люди думают что из ничего может возникнуть что-то и это называется вайдизмом люди так думают нигилизмом то есть отрицание сущего поэтому вы должны понять что кришна кришна говорит что я отец дающий семя и наша мать это материальная природа и все эти формы поклонения будь то нашей стране или нашему телу это все же поклонение поклонение материальной природе или поклонение матери но мы также должны понять и узнать об отце если мы хотим выяснить кто такой наш отец нам нужно спросить мать и матерью здесь считаются веды все знания исходят из вед и в ведах написано что кришна наш отец мы может быть не понимаем что кришна наш отец но те кто развили в себе веру веды они поймут что кришна есть наш отец поэтому может быть обходным путем постепенно люди смогут развить веру веды и когда они разобьют эту веру веды они придут к пониманию того кто их изначально отец и так имперсоналисты у них обычно есть пять видов развития эволюции пять видов поклонения первые те кто поклоняются материальной природе и потом это постепенно прогрессирует в сторону ганапатия сурья шайва и в конце концов ваишнава это поклонение материальной природе оно также является тем самым толчком или вдохновителем чтобы двигаться по этому пути и постепенно понять ганапатия то есть что он источник всего сурья отец всего шива что в конце концов мы сможем прийти к тому что шива самый великий предный всех предным что господь Шива он говорит матери материальной природе барвати богине мироздания что лучшим поклонением является поклонение Вишну и если кто-то принимает господа Шива и становится его поклонником если он вникнет в его философии то он станет преданным Кришне он станет тем кто поклоняется Кришне поэтому вывод такой что мы можем провозгласить себя богом что мы есть бог мы бог в каком-то смысле какого рода бог мы с вами для ползающего муравья мы с вами бог в общении с муравьем он должен проявить нам определенное уважение что мы бог по сравнению с ним но по сравнению с настоящим богом мы мы ничто потому что бог может поднять своим мизинцем огромную гору и держать ее 7 дней мы можем конечно же провозгласить себя богом но что мы с вами можем поднять 100 килограмм 100 килограмм можем поднять хорошо а что уж говорить о горе которая весит миллионы килограмм мы можем себя поощрять думая что мы бог но мы должны понимать четко какого рода бог мы с вами нам нужно с вами двигаться дальше и дальше пока мы не поймем кто настоящий бог кто верховный бог и когда мы это делаем идем по этому процессу и принимаем этот процесс понимания взаимоотношений с богом мы придем к тому что мы ищем полное знание полное знание которое может дать нам понимание того что такое материальная природа и в конце концов дать нам освобождение и настоящее счастье поэтому мы должны с вами добраться до последней до последнего слова в абсолютной истине что если вы хотите быть редкой и особой душой вы должны прийти к высшему знанию и высшее знание это то что пишет верховная личность бога на этом я закончу есть ли вопросы начнем с нити с эвы давида с пожалуйста примите мои поклоны со славой шелепропаде грудова вы говорили о туркопудже что по крайней мере они поклоняются полувогине и я была в новодрипе давно уже конечно но я не знала в этот день была туркопуджа я со своей подругой просто поехала в новодрипу и мы не знали что происходит и здесь был огромный пандал палатка и все было покрыто пандалами везде местами где поклоняются дурки и с момента понимания что по крайней мере они поклоняются полувогине и там была целая группа людей и они все воспевали и танцевали славу дурке и их лица были покрыты чем-то но они были пьяны и это обычно знаете когда идет праздник люди довольны они счастливы но это праздник не выглядел как праздник у них была какая-то духовная вроде музыка но с другой стороны их праздник был похож больше не знаю даже как это выразить они просто были пьяные и то как они танцевали вокруг это выглядело ужасно поэтому как как это правильный подход вообще нет вам нужно просто им правильно научить их как поклоняться дурке правильным образом а иначе никогда не научатся я не знаю я не могу их научить как что мы можем сделать вместо того чтобы критиковать во-первых у нас есть свой собственный процесс воспитания Хари Крешта поэтому нам надо стать совершенными в этом процессе и если мы станем с вами объяснять людям люди которые они смогут привлечь нашим процессом но наше дело не то чтобы их научить как правильно поклоняться дурке или критиковать их нет по крайней мере они делают что-то и может быть это приведет их к более высокой платформе сознания поэтому критиковать не нужно неправильное неправильное поклонение поэтому не нужно этим занимать свое время и так как мы не будем заниматься тем чтобы объяснять им как правильно поклоняться дурке нам нужно просто принять это что это их карма этих людей и а те кто более склонны к нашему процессу их нужно научить нашему процессу и пытаться практиковать наш процесс совершенным образом чтобы мы могли дать это знание другим людям и чтобы они могли понять что наш процесс лучше им так мы бы тоже становились могущественным в процессе нашей практики вы говорили о качествах Кришны что мы такие же как и он в качествах но я читала в книге Кришна что у него 64 качества но у нас нету 64 качеств очень сожалею об этом махарачи ответил сожалею что у нас нет у нас нет 64 качества я спрашиваю обычно у нас есть такие же качества как у Кришны понятно что они в том же количестве точно так же как солнце равно лучику но у лучика нет всех качеств своего отца да солнца подобным же образом Кришна он уникальный и у него качества они бесконечные и у него есть качества вдруг у нас нет конечно но все равно мы описаны как 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 сказать что мы равны ему в смысле качественном но не количественном и что это аналогия я понимаю она не совершенно с золотом понятно но у души есть 50 качеств приблизительно как у Кришны но в очень очень маленьком количестве а Кришна обладает ими в полной мере но если мы станем совершенными то мы сможем развить еще качества но у Кришны есть удивительные 10 качеств которые которые которых в обусловленных душах этих даже 10 качеств нет вообще есть еще вопрос я слышал что вы опять двигаетесь махарат приедете к нам остановитесь у нас понедельник если Кришна позволит то я поеду в Рададеш Бельгию и я буду там неделю до 20 декабря и после этого я поеду в новую Браджа Мандалу в Испании и в Рождество в день Рождества 25 декабря здесь в Европе я полечу в Нью-Йорк до 12 января я буду там я посещу Ананта Девида и Ячук Ананда в Орландо а после этого я буду в выходные и потом вернусь в Белгию в Рададеш 13 января и потом я вернусь в Словению 17 января и я думаю что Кумари при со своим мужем приедут в Нью-Йорк правильно Кумари Девида приедут в Нью-Йорк так окей Антарьями у вас вопрос спасибо спасибо за вашу участвуем программах наши ядры проповеднических их довольно-таки много они позволяют держаться в достаточно хорошей форме но вот я могу сравнить и сказать что год назад я приехал сюда также застав марафон Прабхупады здесь и было гораздо больше вдохновения рвения выходить на улицу с книгами Прабхупады в общем участвовать в распространении а сейчас несмотря на то что достаточно много программ повторюсь простите и активности с преднами но такого рвения меньше прошу вас как-нибудь вдохновите пожалуйста или прокомментируйте Гором Ахарадж пожалуйста дайте блесен и дайте inspiration для марафон Прабхупада в этом декабре Антарями Прабхупа больше inspiration один лет и не много inspiration для марафона Прабхупада в этом году пожалуйста дайте блесен и inspire его к distribute Прабхупада books по благословению грешны у нас есть особое время и фестивали такие как ратхаштами габаратханы позже чтобы вдохновить нас с вами чтобы сделать что-то особенное и убедиться что материальная природа она обычно погружает нас в такую знаете самодовольность или еще в какой-нибудь гуну материальной природы в особенности в это время и нам нужно с вами выбраться из этого самодовольства чтобы удовлетворить Кришну чтобы он дал нам возможность этого предного служения и помочь обществу нашему всему обществу где люди страдают из-за недостатка знаний мы с вами все даже самые невезучие из нас мы по крайней мере знаем что мы вечные и что Кришна верховная личность Бога и что есть цель во всех наших страданий но люди в массе своей они находятся в невежестве они даже не знают что они вечные они не знают что есть высшая личность они не знают что их страдания имеют цель и смысл и что выбраться из этих страданий можно предавшись Кришне поэтому Шрила Вьясадева дал нам эту литературу и Шрила Павапада представил ее таким образом чтобы мы с вами поняли в Кали-югу поэтому это наша обязанность распространить эту информацию другим поэтому Ши-Чайтане Махаправу пришел и все его спутники пришли в этот материальный мир чтобы раздать эту информацию распространить ее и чтобы освободить от страдания обусловленные души в особенности Кали-югу самый самый плач век если мы с вами можем немножко времени уделить служению миссии Ши-Чайтане Махаправу выходя на Харинамы распространяя книги по крайней мере не в другое время но по крайней мере в это время года мы сможем сделать это и хоть чуть-чуть усилий приложить к тому чтобы помочь себе и другим получить это подарок трансцендентного знания то Ши-Чайтане Махаправу благословит нас и мы сможем с вами помочь этому миру находящимся уюта или страданий и дистресса в особенности как сейчас мы можем с вами только смотреть с надеждой в будущее надеюсь что это не наш дом с вами и это не есть дом для кого-то другого этот мир поэтому давайте распространять это знание и спасем себя и спасем какие-то обусловленные души и также удовлетворим Шилу Праупаду и попросим Ши Панчетатва что и даже если мы не сможем дать это благо другим пускай мы хотя бы получим это благо пытаясь распространять шарпак шарпак